Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о грецком орехе, потому что в ходе промых линий было много заданных вопросов. Ну и самый главный вопрос, который волнует большинство наших садоводов и дашников, это как правильно образовать грецкий орех. Ну, сразу замечу, почему эта тема как бы интересно и заинтересовала. Потому что грецкий орех имеет такую особенность. При весенней обрезке наблюдается сильный плач. Такой же плач вы наблюдаете на виноградах, тенизии и других растений, но мы к этому привыкли. А вот что грецкий орех плачет весной сильными слезами, об этом знают как бы немногие, но уже заметили. Поэтому обрезку грецкого ореха необходимо делать в период покоя. Этот период покоя начинается когда? Уже с октябра месяца, октябрь-ноябрь, до наступления сильных морозов. И март, это сроки для условий Белоруссии, если точно, то для центральной Белоруссии. И март месяц, это весной. Вот позже резать уже нежелательно, потому что можно вызвать сильный плач. А сильный плач что дает? Значит, соки растения вытекают, растения истощаются и как бы начинают болезни. И вот на этих местах, где были обрезаны, за что тоже там идет сок, значит, поселяются микроорганизмы и может появиться даже дупло. Так что помните об этом. Ну, особенность грецкого ореха, кроме того, что его сроки должны вызвать осенний плач, еще чем определяются. Грецкий орех, большинство сортов, это высокоростная деревня. Это деревья высокоростная, которая может достигать высоты где-то до 15 и даже 20 метров. Даже в условиях Белоруссии по 12-15 метров деревья уже не редкость, которые растут. Значит, поэтому, когда мы покупаем молодой саженец, что обычно представляет молодой саженец? Это обычно такой прутик высотой, может быть, до 2 метров, как бы неразветвленный. Для того, чтобы остановить рост дерева и вызвать скорейшее плодоношение, чтобы он скорее начал плодоносить, мы необходимо его рост как бы приостановить. Поэтому на высоте метр сорок, метр пятьдесят от земли, это измеряем или рулеткой, или метром, как вам угодно, ну, не на глазок, конечно, мы срезаем. Эту верхушечку мы срезаем. Срезали верхушечку, это у нас простимулирует остановку роста раз, и закладку боковых веток. Пойдут боковые веточки, значит, раньше будет соответственно плодоношение. Что необходимо помнить? Значит, после того, как ветки проснулись, мы на следующий год, значит, опять же, пока они еще маленькие, произведем их распределение в пространстве. То есть они должны равномерно быть распределены по всему стволу. Вот. Поэтому что-то растет не так, мы выражим. Но некоторые задаются вопросом, а если я не успел? Если вы не успели, если вы так очень плохо владеете такой техникой обрезки, значит, можете оставить. Потому что грецкий орех – это одна из немногих садовых пород, которая сама себя формирует. То есть сильного заушечения у грецкого ореха нет. Подкорректировать можно, но если вы не подкорректируете, знайте, что и ваш грецкий орех будет также хорошо плодоносить. Ну вот растет грецкий орех, у вас уже взрослое дерево. Что вырезать? Ну, что мы будем вырезать? Ну, во-первых, бывает так, что посадили грецкий орех близко к дому, ветки мешают, трудятся, например, об дом. Ну, вот эти ветки, конечно, желательно укоротить. Ну, вырезать полностью не стоит, потому что большие раны на грецком орехе, хотя он сам и бактерицидное растение, и йода много выделяет, но эти ветки раны заживают плохо на грецком орехе. Поэтому мы эти ветки просто не вырезаем полностью, а просто укорачиваем на какую-то определенную почку, чтобы изменить направление роста ветвей. Вот, изменили направление роста, и пусть он растет себе спокойно дальше. Но еще раз повторяю, что сильные обрезки грецкий орех не любит, поэтому на нем применяются способы укорачивания. Если у вас есть такая возможность, на всю летнюю пору можно делать прищипку побегов, прищипнуть побеги, потому что это, как бы растение не реагирует на прищипку побегов, в смысле нету, сколько, ну, чтобы не плачет. Вы можете спокойно летом прищипнуть где-то в верхушечку, тоже изменить направление роста, приостановить рост в ненужном направлении. Поэтому, если вы будете такие, ну, несложные рекомендации выполнять, значит, грецкий орех вас будет радовать урожаем. Вот, а если вы сделаете такую ошибку, вы просто посадите, не будете в начальном периоде на молодом саженце останавливать рост, значит, вы просто можете иметь очень мощное, очень мощное высокое дерево. Вот, а это вам ни к чему. У нас все-таки участки небольшие, поэтому нам необходимо, что мы любим и мы садим все растения, которые были с более низкой кроной. Вот, такие несложные приемы приостановки роста в начальный период и корректировка в дальнейшем помогут вам получать хороший урожай орехов. Сильно обрезка шураспорта, увлекаться не стоит. Укорачивание и прищипка. Вот основные операции, которые делаются на грецком орехе. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова